Это экспертное мнение. Здравствуйте, в студии работают Светлана Муртынёк и Юрий Чернявский. Сегодня на Кицканском плацдарме отметили 80-ю годовщину Яско-Кишинёвской операции. Это знаковое событие для нашего края. Её итогом стало полное освобождение советской Молдавии, выход Румынии из войны, да и в целом победа в Великой Отечественной войне стала ближе. Да, на Кицканском плацдарме этим утром собрались люди, в их числе был и наш корреспондент, наш коллега Максим Кирязов. Сейчас он с нами в студии. Максим, что сегодня происходило на плацдарме? Это походило на обычное, да, наше традиционное празднование, да, когда на мемориалах собираются люди, и такие памятные мероприятия, такой митинг-реквием. Или какая-то программа там была отдельная. Привет, коллеги. Нет, это не было похоже на такой типичный митинг-реквием, как у нас бывает 19 июня или 22 июня. Это было своеобразное театрализованное представление и на очень символичном месте, буквально на ступенях у Кицканского плацдарма, у этого знаменитого памятника, который 52 года назад появился. И по опросам многих, это один из символов, одна из главных достопримечательностей нашего Приднестровья. Не только потому, что он есть на одном рубле, но и потому, что он хорошо виден с очень многих точек. И туда постоянно приезжают иностранцы, там любят гулять жители Кицкана, и туда очень часто приезжают и бендерчане, и терраспольчане, вот просто полюбоваться окружающими видами, и в том числе посмотреть и на сам памятник. Там пели. Там был, конечно же, вальс, не такой масштабный, как на выходных в Бендерской крепости, но все равно все выглядело очень достаточно символично, когда на это смотришь живьем. К сожалению, немного испортил погоду дождь, минут за 20 до начала этого театрализованного представления. Да, зарядил очень сильный ливень и была под вопросом значительная часть проведения этого мероприятия. Но потом все-таки решили, что же мы недостойны наших предков, которые в такую погоду сражались, и мы не можем провести какое-то мероприятие. И абсолютно ничего не было перенесено. Когда выносили копию Знамени Победы и копию штандартов фронтов, которые участвовали в Великой Отечественной, было видно, что солдатам очень некомфортно идти буквально по лужам на мокрой плитке, но они мужественно все сделали, да, и была очень красивая эффектная картинка. Сегодня посмотрите выпуски новостей на ТСВ, или прямо сейчас заходите в наши соцсети, там все есть. Ну вот ты сам рассказал, да, что место очень любимое для горожан, там велопрогулки, да, то есть вот ехать по округе, да, и заехать туда, встретить закат красивый, это обязательно. А вот мне интересно, молодое поколение наше знает, что это за место, что это место исторически важное для нашего края. Удалось ли тебе пообщаться сегодня? Мы знаем, там были и суворовцы, да, юнормейцы. Да и вообще в целом было, ну, много молодежи было? Да, было много молодежи, и не только молодежи, я спрашивал с людьми, откуда они приехали. Конечно же, и жители Кицкан были, и террасполичане, и бендричане, и спаркан люди приезжали. Возможно, если бы не будний день, и не такая погода, были бы люди из других уголков Приднестровья. Молодежи было достаточно много, и общаясь с ними, ты понимаешь, что они уже какую-то работу над собой проводят, и приходя сюда, казалось бы, ну, в обычный такой церемониальный день, они готовятся либо к тому, что у них что-нибудь спросит телевидение, либо просто пообщаются с ними люди постарше, и они не хотят ударить грязь лицом, и поэтому хоть какую-то стандартную статью в Википедии о Яско-Кишиневской операции, или о том, когда появился этот мемориал, они, да, все читали, да, и очень интересно было с ними пообщаться, и рядом стояла министр просвещения Светлана Иванишина, я думаю, она может не беспокоиться, ЕГЭ по истории, дети скоро сдадут хорошо. Максим, ты сказал, да, упомянул Википедию о том, что даже хотя бы, да, достаточно там было прочитать Википедию информацию о Яско-Кишиневской операции, если конкретно на твоем примере, ты когда, в каком возрасте узнал вообще, что это за монумент, вообще, что там происходило, вот если говорить про тебя? Это был, наверное, 99-й год, мне было 10 лет, я увидел по телевизору сюжет о мотогонках как раз вокруг вот этого... У подножия? Сначала, да, у подножия, потом они поднимались наверх, и даже тогда, когда были не самые лучшие камеры и технические возможности, меня все равно впечатлило, насколько эффектным и красивым выглядит это место, я стал спрашивать, стал спрашивать у своего дедушки, у первой учительницы в начальных классах, и она рассказала, а они все рассказали, и уже в 2000 году по одному из наших местных каналов, вполне возможно, что даже по ТСВ, показывали фильм как раз «Самый жаркий август», это каноническое повествование о событиях 44-го года в наших краях. Что я тогда запомнил, несмотря на возраст, была не очень хорошая копия, картинка выглядела какой-то потрескавшейся сверху, снизу, мне потом рассказали, откуда вообще эта копия была. Когда-то киностудия «Молдовый фильм» привезла пленку не очень хорошего состояния, все это пересняли и подпускали, все, что было у нас, это вот с той самой некачественной пленки. И спустя десятилетия все-таки нашли оригинал, нашли исходник, и через специальную программу восстановления этот фильм «Самый жаркий август» уже, скажем так, заново открыли для зрителей, теперь он есть в том числе и в интернете, поэтому я советую, также я советую фильм ТСВ, который называется не «Самый жаркий август», это просто август, его лет 9 назад снимали, тоже все выглядело достаточно эффектно и монументально, и танк Т-34 там тоже появляется. Но мы знаем, что ребята сегодня, молодежь пришла с портретами, да, часто у нас «Бессмертный полк» проводят вот в эти даты, да, которые ты указал, памятные, и, да, вот, как правило, портреты участников событий. Сегодня были портреты вот фронтовиков вообще, да, вот Великой Отечественной, или все-таки были участники Яско-Кишиневской операции вот на этих снимках. Или вообще не стали делить никого? Да, не стали делить, они все были в едином символическом строю. Я познакомился с юнормейкой Лизой, ее прапрадедушка Митрофан Бадан, непосредственно участник Яско-Кишиневской операции, и после освобождения Молдавии он отправился дальше освобождать Европу, вернулся практически невредимый домой, и вот как раз-таки сама Лиза его не застала, а вот ее мама, то есть это правнучка фронтовика, с ним очень много общалась. Что меня удивило, Митрофан Бадан, он родом из Каменского села Севериновка, и вот мы так немного подняли архивы, удалось узнать, что он жил буквально в нескольких домах от Петра Вершигары, легендарного партизана, и как раз-таки, я думаю, они друг друга знали, потому что Севериновка, что тогда, что сейчас, это очень небольшое село, и вот их боевые пути, они разошлись, и в 44-м в конце лета Митрофан Бадан освобождал как раз-таки Молдавию, а Петр Вершигара был сначала в Польше, потом в Белоруссии, и как раз-таки вот, если не ошибаюсь, в начале августа 44-го он получил звание Героя Советского Союза. Вот такие вот два выдающихся сына села Севериновка Каменского района. Ну, говорят вообще, что за Яско-Кишиневскую операцию, по-моему, порядка 140 солдат и офицеров получили звание Героев Советского Союза. Да, и приходили сегодня на Кицканский плацдарм не просто праправнуки, были дети участников Яско-Кишиневской операции, мы пообщались с Владимиром Андрусом, его сын Иван, его отец Иван как раз-таки воевал в этих местах, и он рассказывал, что, ну, отец ему рассказывал, что самый сложный, самый ответственный день, это было 20 августа 44-го, собственно, день начала Яско-Кишиневской операции. И мы записывали с ним интервью как раз-таки под ливнем, не было зонтика ни у меня, ни у сына фронтовика, я говорю, ну, как вам, не совсем комфортно, он говорит, что ты, мне отец в детстве всегда говорил, дождь, это, к счастью, это хорошая примета. Максим, мы знаем, что тебе удалось пообщаться с дочерью маршала Родиона Малиновского, это он руководил войсками в ходе Яско-Кишиневской операции, что она рассказала, были вообще какие-то воспоминания о Советской Молдавии, вот у ее отца? Да, мы пообщались немного с Натальей Родионовной Малиновской, пока что она не готова дать им полноценное интервью, хотя, конечно же, очень не хотелось бы, в том числе, и показать ее нашим зрителям и дать понять, что она говорит. По поводу Яско-Кишиневской операции есть такой термин «разрозненные клещи», это мы не будем углубляться в эти подробности, наш историк Алексей Русанов рассказывал уже в сюжетах ТСВ, как это происходило, но вот эту тактику клещей придумал как раз-таки Родион Малиновский, и во многом благодаря этому Яско-Кишиневская операция происходила достаточно быстро, достаточно качественно, с не такими потерями, как можно было представить, и она действительно считается одной из самых эффективных за всю Великую Отечественную, есть во многих учебниках военного дела 20 века, не только на русском языке. Наталья Родионовна много рассказывала об отце, говорила, что у него есть отличная книга воспоминаний, называется «Солдаты России», но там все о Первой мировой и о гражданской войне, а вот о Великой Отечественной он не успел оставить свои воспоминания, все потому что он очень много работал, до последних дней он занимал пост министра обороны Советского Союза, тяжело болел, у него был рак, и даже уже будучи смертельно больным, когда счет шел буквально на месяцы и на недели, он проводил парад на Красной площади, если не ошибаюсь, 7 ноября, и планы в том числе написать о Молдавии и о маршале Толбухине, с которым они, скажем так, вдвоем здесь геройствовали, они были, но, к сожалению, смерть достаточно несвоевременная, уже все эти планы, всем этим планам не дала воплотиться, но о Молдавии маршал Малиновский всегда говорил, прекрасные люди, прекрасное цветущее место. И у нас в Кицканском музее есть артефакт от маршала Малиновского, его плащ-палатка, очень многие почему-то думают, что это непосредственно плащ-палатка, в которой он был у нас здесь летом 44-го, оригинальный, в ней он был, но, во-первых, во время Великой Отечественной маршал Малиновский практически никогда не надевал плащ-палатку, а, во-вторых, по своему покрою, по своему дизайну она никак не соотносится с тем, что носили наши офицеры и военачальники тогда, она уходит куда-то ближе к концу 50-х. Поэтому мы, скажем так, предположили, что эту плащ-палатку Малиновский прислал в музей села Кицканы, но она была более поздняя, конца 50-х, начало 60-х. Да, может, была у него в комплекте, может, пошел адъютант, купил в военторге где-нибудь. Таких подробностей мы не знаем, но плащ-палатка действительно его. Интересная деталь. Спасибо, Максим. Я надеюсь, что подробности интервью с дочерью Малиновского мы знаем в ближайших новостях на ТСВ. Спасибо большое. Интересная история от Максима Кирязова и не менее интересный сюжет нашего коллеги Максима Кирязова. Смотрите сразу в новостях на ТСВ после экспертного мнения. Сельским школам сегодня передали новые автобусы. Их купили, чтобы детей из небольших сел и поселков отвозить в школу. Наш корреспондент Алина Ганган уже увидела эти автобусы и сейчас она с нами на связи. Алина, здравствуй. Ну, я смотрю, Алина вполне... Да, мы пишем. Алина хорошо уже устроилась. Смотри, как она удобно сидит. Оценила по достоинству. Да, ребят, я нахожусь в том самом школьном автобусе, который передали в сельские школы. Например, данный автобус отправляется в Спею, Григориопольский район. Что скажу? Суперудобно, суперкрасиво. Все как в фильмах. Желтые школьные автобусы. Да, Алина, Алина, ты знаешь, такой термин есть, рум-тур, да? Немножко вот сделай нам рум-тур. Расскажи вообще, что там. Вот рассказываю. Я нахожусь в школьной маршрутке. Здесь у нас 15 мест именно для школьников и два места для водителя и учителя, которые будут сопровождать всех этих школьников. Что по рум-туру говорю? На каждом сидении, где будет сидеть школьник, есть ремень безопасности, значит, пристегивается школьник, есть всякие такие ремешки для рук, чтобы держать. Значит, сверху полочка для сменной одежды, для сменки, для физкультурной формы, в общем, для всего. Много поручней, за что можно держаться. Что еще хочу добавить? Есть подключение через блютуз, через флешку. В общем, школьники будут слушать музыку, школьники будут, и водители, кстати, мне обещали, что школьники будут слушать музыку постоянно, пока будут ехать на учебу себе. Интересно, классику они будут слушать или что-то современное? Водители мне обещали, что это обязательно будет музыка, которая нравится именно школьникам. Может быть, это будет музыка из тиктока, этого мы не узнаем до 3 сентября. Ну, водитель может сам определить, какую волну он будет слушать, и остальных не будет спрашивать. Алина, еще вчера уже было известно, что всего автобусов 17, и эту вереницу автобусов сегодня видели уже в городе, подсчитали их, осмотрели, и видели, что номера разные. Судя по тому, что разные номера и в разные города и районы отправятся эти автобусы. Где ждут адресаты? Да, куда они конкретно поедут? Есть ли название? Да, все верно, 17 школьных автобусов, это 9 маршруток и 8 автобусов. Они отправляются в 5 районов республики. Это у нас Каменский район, Григориопольский район, Рыбницкий район, Слободейский район. И что осталось? Дубосарский, я там не слышал. Дубосарский, я так понимаю, Дубосарский, Слободейский? Дубосарский, да, вот обделила Дубосары. Скажу, больше всего отправляются школьных автобусов в Григориополь, Рыбницу, туда отправляются по 5 школьных автобусов, так как там больше школ, которых нужно доставить в опорные, основные школы, где будут учиться сами школьники. Ну, то есть, получается, это как раз те самые проблемные районы, да? Рыбницкий район у нас самый большой, там много очень сел, а в Григориопольском районе очень отдаленные села от района и, в принципе, друг от друга. Поэтому, да, чтобы из одного села в другое попасть, нужен транспорт. Алина, ты сказала, маршрутные такси и автобусы, наверное, на разное количество пассажиров, да, тоже как-то решали, где нужно больше детей перевезти туда? Алина, поехали автобусы, да? Конечно, конечно. В зависимости от количества туда и рассчитывали, куда автобус, а куда маршрутку. Алина, я правильно понимаю, что транспорт, который вот мы видим сегодня, да, его привезли не те самые водители, которые будут, собственно, и обслуживать? За рулем. Это просто, наверное. Не те самые водители, которые ездили раньше на стареньких маршрутках, на стареньких школьных автобусах, где их постоянно приходилось чинить, приходилось постоянно подкручивать где-то, где-то смазывать. И они также сегодня уже уехали в свои селок, в свои школы готовиться к началу учебного года. Что они рассказывали? Часто ломалась старая техника? Может, на уроки опаздывали, не приезжали вовремя? Рассказывали, что да, проблема с техникой была, сталкивались с этим, постоянно приходилось чинить. Но, в принципе, как бы опытные водители, которые уже десятки лет за рулем, они говорят, мы к этому привыкли. Сейчас, конечно же, в такой машине это комфорт и легкость в вождении, конечно же, проще и легче, и точно гарантийно школьники доедут до своей школы. Ну вот надо рассказать предысторию вопроса, что эту идею закупить автобусы для сельских школ озвучили как решение проблемы вообще малокомплектных школ. В Приднестровье таких немало, да, вот уже районы мы обозначили, где эта проблема вообще особенно остра. Ну и как вариант предложили в селах, где мало учатся детей и где не хватает учителей, этих детей перевозить в школы побольше, да, либо в район, либо просто в соседние села. Алина, сегодня говорили о том, насколько эти автобусы помогут решить проблему малокомплектных школ. Да, ребят, я поговорила с министром просвещения, с Исланой Николаевной Иванишиной, она мне сказала, потребность закрыта в школы, больше не нужно автобусов. Если даже они возникнут, ее, эту проблему будут решать по уже месту. Так что пока выдохнули, все в порядке, все хватает, и ученики будут учиться. Алина, расскажи еще, какая дальнейшая судьба у автобусов, они прямо сейчас отсюда, вот с театральной площади отправятся в свои села? Да, или предстоит какой-то техосмотр, какую-то коммунитацию заполнить. Все автобусы уже готовы к началу учебного года, все автобусы отправляются сегодня же уже в свои села, к своим школам. Это не только для того, чтобы доехать до школы этот автобус предназначен, это и для того, чтобы отправиться на Олимпиаду в город, это для того, чтобы отправиться на соревнования, на какие-то выходные, экскурсии всем классам. В общем, этим автобусом будут пользоваться всегда и постоянно. Свет, как ты думаешь, сами школьники обрадуются вот таким автобусом или все-таки гораздо больше подарок это продление школьных каникул летних? Алина, а ты выяснила, может быть, у водителей, как это будет происходить каждое утро? То есть, как в американских фильмах, я имею в виду, что автобус будет останавливаться у каждого двора, объезжать все село и собирать детей. Или какой-то график есть определенный сформированный? Нет, может быть, какая-то точка. На остановке в центре села все собираются и потом отправляются в школу. Как это будет работать? Говорит, что нет определенных локаций, где будут стоять школьники, остановок. Они просто будут, скорее всего, выходить на главную улицу села и будет их по пути подбирать автобус. То есть, представь себе, как личный водитель за тобой будет заезжать в школу. Да, как это будет прекрасно выглядеть. Я думаю, мамы детей будут очень довольны, потому что, когда мы общались с родителями в селах, то, конечно же, они жаловались на то, что ездить самостоятельно в другую школу – это очень тяжело и сложно, да, ребенка довезти. Либо на маршрутке, либо на своем транспорте, у кого его нет. Поэтому я думаю, что сейчас многие родители во многих селах Приднестровья вздохнут с облегчением. Спасибо большое. За исключением, наверное, самих школьников, которые не очень хотят, наверное, выходить в школу. Учебному году. Ну, будем верить, что все все равно радуются школе. Спасибо, Алина. С нами на связи была корреспондент ТСВ Алина Ганган. Только за сутки в Приднестровье сгорело 17 гектаров сухой травы и стерни. Все из-за неосторожного обращения с огнем или непотушенной сигаретой. Да, как избежать беды, об этом говорим сейчас. С нами на связи начальник отделения Государственного пожарного надзора города Тирасполь. Алина, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня с утра был дождь. Скажите, он облегчил немного работу пожарным? Потому что горячие дни до этого, когда плюс 36, плюс 37, мы видели, как часто выезжают пожарные. То есть их по городу машину видно. И было видно, что очень тяжело работать, очень много выездов. Сегодня погода поменялась. Это как-то повлияло на вашу статистику? Или дождь не везде был? Нет, конечно же, погода влияет на статистику, на количество выездов. Естественно, если земля мокрая, сухая растительность вся промокла под дождем, то, естественно, распространение возгорания уменьшается. А что можете сказать по последним дням? Мы видим только сводки от спасателей, вот эти цифры. Вот там 17 гектаров, где-то 50 гектаров сада сгорело, у кого-то поле пострадало, где-то огонь дошел до жилых каких-то домов. То есть люди уже пытались остановить огонь всеми способами. А как это выглядит в вашей работе? Что это значит для вас? Поскольку выездов в сутки приходится в эти дни жаркие пожарным делать? Количество возгораний, конечно же, увеличивается в летний период времени. Естественно, на работе это тоже сказывается. Но, в принципе, граждане могут помочь тем, чтобы как-то не допустить распространение пожара, возгорания глобального какого-то. Например, как? Как вот можно не допустить? Например, в основном граждане помогают в частном секторе. Естественно, когда есть угроза какая-то распространения пожара на прилегающие участки. То есть предпринимают по сильной мерой к тушению возгорания. Либо первичными средствами пожаротушения. Это песок, вода, земля, гнетушители. Либо граждане, у которых есть, естественно, садовый инвентарь, они окапывают свой участок, какие-то делают прокопы. И, естественно, пожар уже не распространяется к ним на участок. Вот вы сейчас рассказываете, это уже типичная история из вашей практики, из практики ваших сотрудников? Или это то, как они могут помочь? О чем речь сейчас? В принципе, такое практикуется среди граждан. То есть у нас люди сознательно, они понимают. Это частный сектор. Опять же, это частный сектор. А правильно они поступают? Стоит так делать? Или вот видно, что уже огонь столбом, очень много дыма, и ты можешь пострадать? Как оценить правильно эту ситуацию? В каких случаях стоит туда лезть и пытаться остановить огонь? А когда лучше убежать и где-то, не знаю, издалека что-то делать? В принципе, в первую очередь необходимо принять посильные меры. То есть оценить обстановку изначально. Если пожар не масштабный, если горит сухая трава, мусор, если жизни не угрожает ничего и здоровью гражданина, то есть он это оценивает здраво и принимает какие-то посильные меры к тушению пожара. Но если же пожар масштабный, то есть, допустим, взять какой-то дом, квартиру, многоэтажные жилые дома. Поле, в конце концов. Да, 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 все верно. И в принципе, если охвачен какой-то большой участок, какая-то площадь охвачена, пламя полыхает, естественно, не стоит лезть, пытаться потушить. Не нужно геройствовать, нужно оставить данную работу сотрудникам пожарной охраны и в первую очередь не препятствовать их работе, осложняя им задачу. Ну вот сейчас недавно был случай, когда из-за загоревшегося поля пострадало и какое-то жилое помещение, это было, если не ошибаюсь, в селе Владимировка. Так вот, да, там поле было не опахано. Вот кто в таких случаях потом несет ответственность, что случился пожар, пострадало еще, не знаю, там чей-то огород или даже жилое помещение, дом, сарай, не знаю, что-то сгорели, какая-то живность, кот. Кто потом за это отвечает или как вообще в таких ситуациях происходит? Ну, в любом случае, по факту каждого пожара, возгорания проводится полноценное разбирательство. Устанавливается причина возгорания или пожара, устанавливается виновное лицо, косвенное виновное лицо при его наличии. То есть косвенное виновное лицо – это лицо, которое способствовало распространению огня, то есть неубранный какой-то участок и так далее и тому подобное. По итогам разбирательства принимается, естественно, решение и ущерб уже восстанавливается в процессе гражданского судопроизводства. Понятно, лето подходит уже к концу, а в целом есть какая-то статистика, например, сколько пожаров с начала лета по сегодняшний день уже произошло, да, и какая основная причина? Ну, причины, в принципе, разные. Допустим, по пожарам по неосторожному обращению с огнем при курении за август у нас было 11 пожаров по территории республики и 159 возгораний. В принципе, если в сравнении, допустим, с 2022 годом, когда был введен особый противопожарный режим, это значение допустимое, но не такое страшное. То есть, если брать статистику СУКУ, в 2022 году пожарными подразделениями было осуществлено 1950 выездов. В этом году 901. Но сегодня в среднем. Да, естественно, такого роста как бы нет. То есть, это нам кажется визуально, что так много. Да, как раз вы предвосхитили следующий вопрос о том, что, да, стоит ли в этом году вводить этот противопожарный режим. В принципе, лето заканчивается. Ну, не знаю, у нас вот синоптики обещают, что и до ноября будет достаточно жарко. Поэтому, да, наверное, вопрос отпадает, потому что вы говорите, да, что по статистике пожаров все-таки меньше, да, нам визуально кажется, что их много. Кстати, Алина, а вот наши граждане, насколько они стали более подкованы грамотнее в вопросах пожарной безопасности? Я имею в виду в плане того, что знают ли люди, как действовать в случае, там, тех или иных. В случае пожара? Да, конечно. В случае пожара, естественно, знают. Например, вот элементарная вещь, смотрите, вот там, как пользоваться огнетушителем. На самом деле, как мне удалось выяснить, далеко не все взрослые даже знают, как пользоваться. Ну, это даже в разговоре, да, выясняется, что... Да, вот говорят, вот есть огнетушитель, а человек, он понятия не имеет вообще, куда даже нажимать. Я уже не говорю про детей. Ну, в любом случае, даже при покупке огнетушителя можно у продавца спросить, как-то запросить. В любом случае, есть информация о свободном доступе, с ней можно ознакомиться в интернете. Но, как правило, огнетушители редко используют граждане. То есть, опять же, если взять возгорание вот этого частного сектора, травы, то есть, в основном пытаются, подключили шланг, потушили водой, засыпали землей. То есть, огнетушителя мало кто пользуется. Люди домой, да, в обыкновенной квартире покупают огнетушители? Часто есть. Ну, на тот случай. Мы знаем же, что вообще в квартире очень много пожароопасных предметов, да? Просто для автомобиля это обязательно, да? Электроники очень много в квартирах. Вот люди пытаются обезопасить себя этим? В квартире в основном нет. Люди не приобретают огнетушители, но очень много граждан, у которых есть частные дома, допустим, они в гараж ставят в баню, у кого есть баня. То есть, такое практикуется на самом деле. Но в квартирах нет. А вы рекомендовали бы людям иметь дома огнетушитель? В принципе, в любом случае, это безопасность своя же, себя обезопасить этим, конечно же, можно. Я думаю, можно спросить, Алина, есть ли у вас дома огнетушитель? Огнетушитель есть в гараже. Ага, все. Значит, берем пример с Алиной. Я думаю, что сегодня наш разговор будет для многих полезным. Спасибо большое. С нами на связи был начальник отделения Государственного пожарного надзора города Тирасполь. Спасибо большое. Спасибо, Алина. Спасибо. Это было «Экспертное мнение» и ее ведущий Светлана Мартанюки и Юрий Чернявский. Не переключайтесь, сразу после нас новости на ТСВ. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok